Всем привет! Это четвертый урок по Roblox Studio. Наконец-то я его записываю не в 2 часа ночи. Посмотрим, что из этого получится. Я расскажу сегодня про то, как делать мины-убийцы для игроков. Это, конечно, очень просто. И более сложное это хитрые телепорты. Что за хитрые телепорты вы узнаете на этом видео уроке. А пока я хочу рассказать еще такие вещи. Вы, наверное, знаете точку спауна игрока или игроков. Это многофункциональная деталька, которая может пригодиться для командной игры. В ней много необычных свойств. Но я заметил, что когда я записываю свои уроки и ставлю такую спаун точку. У меня очень долго светится force field. Но это такой шар вокруг игрока. Вы можете уменьшить. По умолчанию здесь 10 секунд, по-моему. Можно уменьшить этот force field. Наверное, вообще 0 можно поставить. Давайте посмотрим. Человек должен появляться без всякого force field. Потому что зачем нам в видео уроках... Да, вот человек просто появился и все. На этом спауне очень удобно. Так, ну вы, наверное, потом можете посмотреть, что у спаун детальки, у нее есть какие-то хитрые дополнительные свойства. Ну, про это как-нибудь в другой раз расскажу. Так, раз я буду рассказывать про мины и про телепорты, расскажу, что за детали. Ну, пусть вот эти три детали, это у нас будет три помоста. Или как? Три места, куда будет телепортироваться наш игрок. Так, вот эта розовая штука, это мина. Так, давайте, кстати, я покажу... Не покажу, а расскажу. Когда мы выбираем scale и зажимаем shift и начинаем масштабировать, то у нас масштабирование, видите, происходит пропорционально во всем осям. Это очень удобно. Смотрите, а есть еще такая хитрость. Если мы начинаем масштаб по какой-то из осей и зажимаем клавишу control, то у нас, видите, начинает симметрично уменьшаться в обе стороны или увеличиваться. Иногда это очень здорово делать какие-то симметричные или сцентрированные по какой-то оси детали. Надеюсь, вы найдете применение. Итак, обычная деталь. Я ее покрашу в красный цвет, потому что это у нас будет мина. В своей игре вы, конечно, можете потом... Этот красный цвет можете сделать... Пойти в свойства вашей мины и сделать ее прозрачной. Поэтому человек, если будет наступать, игрок, он, конечно же, не будет видеть, где ваша мина находится. Я не буду сейчас прятать от вас эту мину, потому что мы должны смотреть, куда мы идем и взрываемся. Итак, мина. Давайте переименую ее сразу. Переименовать можно нажимать F2, как Windows. Можно просто нажать на имя, щелк, и мне дают переименовать. Я пишу мина. Не буду я писать по-английски. Пусть будет мина. Транслитерация. Так, мина. Что мы в мину добавим? В мину добавим, конечно же, скрипт. Добавили. Стираем этот принт. По-моему, давайте запишем localFunction. Назовем onHit. Это когда кто-то пинает нашу мину. Эта функция будет вызываться. И тут сложные условия. Я его так вкратце объясню, что оно делает. Мы должны взрывать только людей. Если у нашего человека еще будет такое свойство, как вес, мы можем взрывать, например... Я сейчас игру только... Я сейчас только про игру говорю. Конечно, никаких настоящих людей не надо взрывать. Мы можем взрывать, например, только очень тяжелых людей. Знаете, есть противопехотная мина, которая срабатывает, например, если... Я не знаю точно, не помню. Но, например, если человек весит 50-60 килограмм. Вот, чтобы она срабатывала. А есть противотанковые мины, которые взрываются... Если вес более такой... Более тяжелая техника, например, машина проедет или какой-нибудь лось пробежит. Так. Я уже опечатался. Кстати, обязательно проверяйте, чтобы у вас все было правильно написано. Ребята делают урок и умудряются в каждом из этих слов сделать по одной ошибке. Конечно же, у них ничего не работает. Я иногда тоже ошибки совершаю. Мне Roblox подсказывает вот в этом окошке output, Вот, когда мы запускаем что-то... Так. Это автоматически подставился после if. А для закрытия функции... Заметили, я local использую перед функцией. Тоже вам советую ставить перед объявлением всех переменных внутри нашего скрипта. Что такое local и не local, можете посмотреть. У меня есть видео урок. Написано. Переменные для четвертого класса на этом канале. Коротенький урок. И не забудьте посмотреть другие уроки. Условия, ветвления в языке лоа и функции. Там все просто, коротко. Ну, это необходимо для того, чтобы программировать на языке лоа. Что мы здесь написали? Так, еще не написали. Смотрите, когда мы функцию написали, вот так, функция работать не будет. Она будет лежать и ждать своего часа, когда ее кто-нибудь вызовет. А вызвать ее можно, напечатав ее имя. Но сейчас, просто напечатав ее имя и скобка-скобка для вызова, нам ничего не даст. Нам нужно, чтобы эта функция запускалась только тогда кто-то коснется, не кто-то, а даже человек, коснется вот этого, этой детали. Так, ну и чтобы это происходило, вы, наверное, видели предыдущих... Так, connect on hit. Итак, сначала объясняю, что делает вот эта строчка. Сейчас объясню про условия. Вот эта строчка, она присоединяет нашу функцию on hit. Вот видите, я ее здесь имя написал, on hit. Может быть, любым именем. Оно ее присоединяет к событию touched. Если вы знаете английский язык, это значит, кто-то прикоснулся в прошедшем времени. А почему здесь стоит скрипт и parent? Ну, давайте посмотрим на наш Explorer. Смотрим, где у нас находится наша мина, где находится скрипт. Скрипт находится в папке, ну, так называемой папке. С названием game, workspace. Я повторяю это в каждом уроке. Потом название мина. И вот дальше идет у нас уже скрипт. Так. Но я не хочу каждый раз писать вот это название. Тем более у нас мин может быть много. И тогда будет срабатывать только какая-то одна мина с именем. А если будет мина 2, то для нее нужно уже писать свой другой путь. Итак, если я пишу вот так. Скрипт parent. Parent это родитель. Родительская папка, так сказать. Вот скрипт у нас находится здесь. Кто у него является родителем? Та папка, в которой он лежит. А он лежит у нас в мине. Ну, отлично. Поэтому вот здесь, вместо вот этого, у нас находится как бы путь до мины. Итак. Ну, можно вот так подставить. Будет работать. И так, и так. Ну, так придется, если вы будете эти мины... Ну, сделаете 100 этих мин. Вам придется везде изменить в каждой мини этот скрипт. Это неудобно, некрасиво. И мне это не нравится. Так. Поэтому мы оставим скрипт parent. Это как бы ссылка на нашу... Ссылается на нашу мину. Если кто-то коснулся... Так. Если кто-то коснулся нашей мины, то подключить срабатывание вот этой функции. Давайте теперь посмотрим, что делает наша функция. Parent. Я еще не дописал здесь немножко. Сейчас все объясню. Health. Health. Так. Итак. Если произошел удар, если кто-то коснулся нашей мины, и тот, кто ударил, имеет родителя. Это, кстати, интересно. И начинается поиск. Тот, кто ударил, начинаем искать с родителя. Значит, с предыдущей папки. Начинаем искать первого ребенка. Это я буквально перевожу вам на русский язык. Мы потом как-нибудь подойдем. Это ближе к программированию, чем... Объектно-ориентированное программирование. Мы про него с вами еще не говорили. Это сложная тема. Поэтому давайте так. В общем, в родители того, кто ударил, ищем первого ребенка. Значит, первый элемент. Если у нас папка является родителем, то то, что в ней внутри находится, это ее дети. Этой папки. Внутри нашего человека... Ну, вот здесь у нас есть, смотрите. Плеер. Стартер-плеер. Мы плеера нашего не добавляли. Плеер, когда подключается... Плеер-игрок, значит. Когда подключается к нашей игре, то считайте, что где-то среди вот этого Workspace, или вот в Players здесь появляется... Для каждого игрока своя папка. Например, Player. И внутри будет Player1, Player2, Player3 и так далее. Итак. Когда наш Player1 или Player2 бьет по нашей мини, то срабатывает вот эта функция. И вот в этот параметр Hit, как бы в переменную, заносится Player1. Ну, тот, кто в данный момент наступил на мини. Но здесь, вот в этом условии, мы должны проверить. Мы должны проверить, человек ли наступил или нет. Мы смотрим. В том, кто наступил, есть элемент гуманоид. А внутри каждого игрока, человека, есть такой признак. Гуманоид. Да. Если это условие сработало, значит точно человек наступил. И значит точно внутри вот этого вот Hit.Parent.Gumanoid находится наш Player1. Вот в этой переменной. Такой сложной переменной. Но мы спокойно берем и нашему игроку, который наступил на эту мину. Уменьшаем здоровье до нуля. Он должен мгновенно умереть. Надеюсь, я без ошибок все здесь напечатал. И мина должна срабатывать. Наступили. Развалились. Отлично. Сейчас игрок респавнится. Вот. Все отлично. Так. Ну сразу же делаю. А вдруг это у нас не мина. Вдруг мы хотим... А, вы подождите, ребят. Давайте теперь мину размножим. Как размножать, помните? Выбираем Home и нажимаем Duplicate. А можно просто нажать Ctrl-D. Я могу теперь эти мины расположить где угодно. У них у всех одинаковое имя, но тем не менее они будут срабатывать. Видите, у каждой есть свой скрипт. Можно мины немножко разные сделать. Ну давайте займемся вот этой миной. Миной я ее сделаю какой-нибудь темно-красной. Не такой опасной. Сейчас я проверю, все ли мины сработали. Кстати, я вам рассказываю про Roblox, который актуален в 2019 году. Так что все это работает. Ну отлично. Так, но я не буду проверять. Давайте вот эту мину изменим. Мы ее сделаем слабенькой. Я у ребят спрашиваю. Ребята, а как сделать, например, не мина, а раскаленная железка? Если вы на нее встаете, то вы немножко ранитесь, но вы не умираете. Ну допустим, у вас остается половина здоровья. Что нужно сделать? Ребята мне говорят. Ну тогда нужно в здоровье присвоить не 0, а 50. Ну ладно, ребята. Давайте присвоим 50. Наверное, вы уже поняли, в чем ошибка. Если она есть. Встаем на эту раскаленную железку. О, мы почувствовали боль. Опять встаем. И ничего не происходит у нас. Почему? А дело в том, что мы каждый раз нашему человеку присваиваем здоровье 50. Если у него до этого было здоровье, равное 10, то получается, мина его будет лечить. Наступили на мину и получили 50. Что же нужно сделать? А нужно сделать вот так. Здоровье человека. Присвоить здоровье человека минус 10. Давайте сделаем минус 25, чтобы за 4 наступания на эту раскаленную железку мы умирали. Причем иногда у нас человек бежит не очень ровно, поэтому вот вроде бы мы встали один раз, а на самом деле два касания. О, видите? Тут даже еще больше происходило. Так как каждый кадр... Вот если мы на нее прыгнем... Нет, все сработало все равно. Так, давайте попробуем уменьшить мне 25. А вот так. Хотя, возможно, то, что он стоит на этой платформе. Вот стоим. Так, где у меня посмотреть... Вот он, я есть игрок. Вот мы видим наше здоровье. Где у нас тут Health? Если я здесь, конечно, Health вижу... А, надо еще открывать. Надо еще открывать. Ну, ладно. У нас сейчас занятие не про это. Ну, давайте я попробую попрыгнуть. Так, что-то не умирает. Я хочу все-таки, чтобы он умирал через какое-то количество прикосновений. Вы, конечно же, у себя можете экспериментировать как угодно. Оп, ну, все отлично. Так что мы немножко постояли. Если не шевелиться, то вы выживете. Давайте еще раз попробуем. Вот я сейчас запрыгну. Оп, и стою. Если я буду стоять, то со мной ничего не произойдет. А если я прыгну? Оп. И все. Допрыгался. Так, давайте я эту мину переименую. Так. Не мина. Итак, с минами мы покончили. Ваше задание простое. Вы строите, например, свой классный уровень с каким-то классным своим домом или комнатой. И у вас есть секретная комната или сейф. Куда? Ну, не нужно, чтобы посторонние люди ходили. Но попробуйте, заминируйте это место. Конечно, не ставьте такую слабую мину. Ставьте серьезную. А если вы пацифист, не хотите никого убивать, то тогда вам понравится, наверное, вторая часть нашего урока. Мы будем делать телепорты. И тогда вы сможете расположить перед своей секретной комнатой какой-нибудь телепорт, который будет всех ваших недругов или тех, кто не знает секрет. Он их будет телепортировать куда-нибудь вдаль. Так. Ну, вроде все нормально. Так, телепорты сделаем повеселее цветом. Так. Телепорт. Телепорт. А куда мы будем телепортироваться? Телепортироваться будем... Ну, на одну из... Давайте вот на этот кубик. Тогда я сделаю duplicate. Просто точно такую же деталь. Просто она будет для нас ориентиром. И чтобы не таскалась вот эта деталь... Кстати, давайте я переименую сразу. Телепорт 1. Так. Просто щелк на имени. Телепорт 1. А вторую детальку... Куда телепортироваться? Я ее назову... Сейчас я уже назову по-английски. To. А, или давайте не to. А куда. Раз я до этого по-русски писал. Вам будет понятнее. И давайте вложим эту деталь... Куда? Внутрь телепорта. Смотрите, как интересно. Теперь мы двигаем телепорт. Эта деталька с ним двигается. Ну, почему бы и нет. Зато они без объединения в группу... Вот знаете, вы можете группировать и получать модель. Тут мы без всякой группировки. Увидите, что это здорово, когда я буду сейчас телепорт программировать. Ну, как вы понимаете, что телепорт сам у вас телепортировать не будет. Нужно его научить. Написать ему программу. Для этого мы в главной детали, которая у нас будет телепортировать, нажимаем плюс. Добавляем скрипт. Так, скрипт, скрипт. Всякий принт убираем. Давайте мы скопируем... Вот у нас буквально... Скопируем все из мины. Я взял из мины, только мы здесь убивать не будем нашего дорогого игрока. Мы его будем телепортировать. Так, а куда мы его будем телепортировать? Будем телепортировать его на место детальки, которая называется куда. HitParentGumanoid. У нашего гуманоида есть положение, позиция. Вот мы эту... А, нет. Есть тут такой небольшой нюанс. Если неправильно телепортировать человека, если перемещать его позицию... Случайно, если вы переместите, например, позицию его головы слишком далеко от тела, то человек умрет. Есть безопасные... Есть безопасные способы. Есть такой метод. MoveTo. Значит, перемести туда-то. И мы воспользуемся этим методом. И кого мы будем перемещать? Мы переместим того, кто коснулся. HitParent. Мы уже знаем, что он человек. Кстати, если эту проверку убрать, то в принципе можно немножко модифицировать код. И он будет телепортировать, как в игре портал. Кинули кубик, и этот кубик телепортировался. Так. Здесь я ошибку сделал. MoveTo. И куда будем телепортировать? Будем телепортировать вот так. Script. Parent. Почему я пишу Script Parent? А я хочу добраться вот до этого куда, который у нас находится внутри папки Teleport. При этом я не хочу писать название Teleport1, потому что вдруг я сделаю еще Teleport2, Teleport3. Я не хочу переписывать весь текст. Я хочу, чтобы текст нашего скрипта работал везде, для любых имен наших телепортов. Итак, если я пишу Script Parent, скрипт у нас находится здесь. Parent – это значит Teleport1. Так, вот сейчас мы здесь находимся. А добраться нам нужно до позиции, детальки куда. Так, ну поэтому просто дописываем куда. Куда. И берем позицию тоже. Вот она. Ух, надеюсь, сработает. Давайте проверим. Сохраняться можно в любое время, даже когда игра еще только запускается. Так. Отлично, сработало все. Мне очень не нравится, что он мгновенно. Можно классные, крутые, супер эффекты делать, но я вам сейчас расскажу про простой эффект. Простой эффект. Ну, давайте добавим эффект искорок. Sparkles. Добавили искорки. Посмотрим вообще, как эти искры. Так, Sparkles. Настраиваем цвет. Фиолетовый многим не нравится, поэтому ставим зеленый. Он, конечно же, нравится всем. Вот. Но я даже могу не запускать. Мы видим, что у нас искрит. Постоянный искрит. Нам это не нужно. Я хочу, чтобы, когда человек телепортируется, то оно немножко поискрило и перестало. Поэтому в наших искрах снимаем галку Enabled. Enabled, это значит разрешен. Все. А этот Enabled мы теперь будем из нашего скрипта сами включать. Итак, вот этой строчкой мы уже телепортировали нашего человечка. Позицию детальки куда. С названием куда. И теперь мы в этом... А все это перепишем. Parent куда. Только нам нужна уже не позиция, а нам нужен Sparkles. А он внутри куда находится. Очень удобно. Он нам даже сразу подсказывает, что он нашел. Sparkles. Sparkles. У него есть Enabled. Помните, когда галочка стояла Enabled? На самом деле, когда галка стоит, значит, в этой переменной, в этом субвестии находится истина. А истина в языке лоа True. Итак, вот так мы включили. Опять занесли. Сделали, чтобы галка стояла. Подождем теперь одну секунду. И погасим наши... Наши... А что у нас противоположное? Вот сейчас истина. Нужна ложь, чтобы галочку убрать. А ложь это False. Вот нам подсказывает False. Все. Я, конечно, еще один сейчас маленький эффект добавлю к телепорту. О! Оп! Секунду проработало. Перестало. Ну, все отлично. Да? Мне не нравится он как влитой. Давайте сделаем еще один эффект. Я, правда, про это объяснять сильно не буду. Но мы можем к этой позиции. Давайте, как сделать так, чтобы он появился? На 10 стадов выше. Стады это наши пупырышки. Помните? Как леговские пупырышки. Нужно к позиции добавить вот такую вещь. Vector3.new. Значит, создать новый вектор. К сожалению, я вам пока про это не объясняю. Но какие параметры? X, Y, Z. Запускаем нашу игру. Даже не запускаем, а смотрим. Высота у нас по какой оси? Вот у нас подсказка Y. Значит, мы должны добавить 10 к Y. К X добавляем 0. К Y добавляем 10. К Z добавляем 0. Если вы здесь не нули поставите, то у вас он телепортируется не в то место, где стоит позиция, а плюс или минус. По X, вот столько-то клеточек. По Y, столько-то клеточек. По Z, это вперед-назад, ближе-дальше, столько-то клеток. Я хочу, чтобы он телепортировался немножко выше и падал. Приземлялся на нашу. Так будет как-то естественнее. Так, ну, я заметил. Отлично. Вы можете, конечно, ему добавить там не 10, а 100 стадов. Давайте просто посмотрим. И сейчас осталось последнее, что я хотел сегодня, наверное, рассказать. Я вам хотел сказать. Так. Оп. Отлично. Вот он появляется на высоте 100 стадов. Я тут вспомнил, что я вам в мидах забыл объяснить. Нормальная мина как себя ведет? Давайте мы сделаем. Вот это будет нормальная мина. Переходим в ее скрипт. Нормальная мина, вообще-то, после того, как взрывается, она должна исчезнуть. Давайте ее уничтожим. И любую деталь, и все дочерние детали этой минной, дочерние, это вот то, что внутри нее содержится. Например, если мы уничтожим телепорт один, то уничтожится скрипт, который в нем, он остановится. Уничтожится вторая деталь. Куда? Телепорт. И уничтожатся искры. Но тут мы будем уничтожать просто текущую мину. Как сослаться на нашу текущую мину? На текущую деталь, в которой находится скрипт. Я уже много раз говорил. Script.parent. Где скрипт лежит? В мини. Да, вот мы на нее сослались. И теперь мы ее уничтожаем. Двоеточие я набрал. И destroy. Все. Destroy уничтожит. Давайте попробуем. Как она у нас сработает. Можете и телепорт также делать одноразовый. Можно, конечно, какие-то условия добавлять. И в там переменные. А можно просто после того, как телепорт сработал, добавить вот такую команду. Отлично. Нормально. У нас труп упал на телепорт. Еще и телепортировался. Видели, да? Развалился труп. Голова. Ну все. С минами, с destroy разобрались. Теперь давайте разберемся с нашим телепортом. Изменяю этот скрипт. Опять уберу. Пусть выглядит все попроще. Так. Что я хочу сделать? Я хочу сделать, чтобы этот скрипт нас телепортировал либо сюда, либо сюда, либо сюда. Что нужно сделать? Как вы думаете? Я думаю, что нужно куда размножить? Размножил. Ctrl-D нажал. Еще раз размножил. И видите, они прямо остались. Так как я нажимал размножить, выделив куда уже находящийся внутри телепорта. Поэтому все детальки отлично остались там, где нужно. Мне только их нужно будет переместить. Берем вот этот. И берем вот так. Хватит. Я вам сейчас все по центру сделал. Хорошо. Так. Как теперь сделать? Давайте я все скрипты закрою. Кроме скрипта телепорта. Я его заново открыл. Видите, название одинаковое. Поэтому, чтобы не запутаться. Хотя можно... Кстати, знаете, как закрывается? Здесь средней кнопкой. Вот любую открытую здесь вкладку можно средней кнопкой. Также в браузерах ваших любимых. Средней кнопкой мыши нажали. Видите, закрылась. Открыли разные. Еще раз можно средней кнопкой. Закрыли. Закрыли. Итак, открываем телепорт. Так, что мне нужно? Я хочу воспользоваться датчиком случайных чисел. У меня на канале есть маленький урок про случайные числа в языке луа. Он нам полностью подходит. Поэтому я сейчас объяснять сильно не буду. Ну, сейчас я делаю случайные числа очень случайными. Вот этой вот штукой. В принципе, вот этой штуке, Random Seed. Os. Time. Ее достаточно один раз в игре запустить. И поместить в какой-то скрипт вот здесь. Сейчас ее у нас. Так. Server Script Service. Хотя, вообще-то... А, ну да. Вот. Но так как мы будем это только в одном телепорте использовать. На самом деле, можете ставить по всей телепорте. Куда хотите. Не помешает. Как бы. От этого сильно медленнее... Не сильно медленнее. Медленнее играть работать не будет. Зато числа будут... Будут случайными. Так. Я создаю переменную POS. И у нас телепортироваться будет игрок. Как я закомментировал. В эту POS. ПОС. Ага. Не POS. Я должен не POS, а куда? Маленькими буквами. Куда? Куда? А здесь POSITION. Здесь тоже пишем. Куда? Здесь пишем куда. Так. Куда ПОСИШИМ. Угу. Так. А как теперь нам вычислить... Как теперь получить случайный куда? Куда у нас может быть вот эта деталь, вот эта деталь или вот эта? Ну, давайте напишем условия. Сложные условия. If. Вот так еще сделаем. Случайное число получим. Как получить случайное число? У нас есть такая библиотека в языке LOW. Math. Вот это рандомизатор. Это как бы, ну... Перемешивать случайные числа. А само случайное число получать с помощью вот такой функции. Оно выдает нам... Можно никаких параметров не задавать этой функции. Тогда она будет выдавать значение от нуля до единицы. А можно указать от какого числа до какого. Давайте тогда укажем. От единицы до трех выдаваем нам значение. Если R равно-равно единице, тогда в куда мы присвоим... Здесь мне придется переименовать тогда, ребята. Давайте это переименуем. Куда один. Соответственно, если вы захотите добавить больше вариантов, вы просто тоже у себя добавите, переименуете. Куда один. Повторим эту услугу. Сейчас я вам все объясню. Я тут уже немножко сократил. Смотрите. If это значит, если R равно единице, то тогда куда мы берем куда один. Иначе, если значит не единица, и там что у нас может быть, если не единица? Там может быть либо два, либо три. Хорошо. Иначе, если в R двойка, то используй куда три. И иначе, я здесь уже никакого условия не ставлю, потому что у нас от одного до трех проверяются. Так что в любом случае выбираем тогда третью куда. Я очень надеюсь, что у меня сейчас все заработает. вот и вы сможете, так, опять сохраняем, и вы сможете протестировать. Так, вот я на первой. Да. Все еще на первой. Опять на первой. О! Вот я уже на втором. Видите, сколько раз у нас случайное число выдавало первой. Опять на втором. На второй. Так, вот уже на третий. Ну, я считаю, что случайные числа работают. Так, опять на первой. Ну, все, урок закончен. Подумайте, как вы можете использовать такие хитрые телепорты. Я предлагаю, например, такую вещь сделать. Полоса препятствий. Полоса препятствий. Много игроков подключаются к вашей игре. Но есть три варианта. Ну, например, три прохождения. Три разных полосы препятствий. Человек добегает до какой-то развилки, наступает на телепорт. И его телепортируют либо на первую полосу, на вторую, на третью. А одна из них может быть более простой или более короткой. И так далее. Вот. Ну, вообще, перед телепортированием можно задать еще какие-нибудь красивые эффекты, которые загорались бы на этой детали. Ну, вы, наверное, догадаетесь, что можно просто в скрипке, где мы нашим телепортом занимались, мы можем не только сюда, не туда, где мы спарклс включать, а можем сделать что-то еще на телепортируемые детали. Также можно сделать так, что пока у нас здесь горит какой-нибудь эффект, чтобы другие игроки не могли телепортироваться. Например, кто первый коснулся, то он телепортировался, остальные должны ждать единицу, потом следующий и так далее, и так далее. Вот в мультиплеерных играх это довольно честно. А то, получается, вы будете телепортироваться друг в друга и можете умереть. Ну, все. Ставим лайки, подписываемся, говорим своим друзьям, которые учили язык Луа или Роблокс на других каналах, что есть вот такой канал, где мы не используем чужие скрипты, как любят, может быть, делать некоторые, а мы все пишем сами. Так веселее. И так работает на Роблокс в 2019 году. Никак бывает, что вы смотрите какой-нибудь видеоурок, а все, что там показано, уже не работает. Все, пока. Лайки, подписка, колокольчик.